Молодые дальневосточники поддерживают российских военнослужащих и помогают регионам ДНР и ЛНР. Волонтёры оказывают необходимую помощь местным жителям. Одним из добровольцев в зоне СВО оказался студент 4-го курса Станислав. Какую часть спецопераций занимают волонтёры, чем занимаются дальневосточники и советы будущим преемникам в сюжете 8-го канала? Идея поехать на Донбасс волонтёром, она родилась ещё в прошлом году, когда я состоял в корпусе спасателей при ДВФУ. И тогда, к сожалению, набор студентов конкретно не вёлся. То есть в Мариуполь, Донецк, Луганск поехали сами сотрудники ГУМЧС по Приморскому краю, а мы остались в небольшом таком отрыве, скажем. В этом году есть прекрасная организация «Молодая гвардия». Я в ней когда-то состоял, когда-то участвовал в волонтёрских каких-то добровольческих мероприятиях, но со временем свою деятельность там прекратил. Связи остались, собственно говоря, меня пригласили поучаствовать в небольшой гуманитарной миссии и проявить себя, скажем так, в Мариуполе. У каждого из волонтёров есть свои исключительные причины поездки в зону СВО, но всех их объединяет возможность помочь делом, а не словом. Несколько причин, а конкретно три. Первый – это личный интерес, потому что сам я с Белгорода не раз был на Украине, поэтому было интересно сравнить, как было тогда и что мы имеем сейчас, и, собственно говоря, а ради чего. Второй – это личный интерес с профессиональной точки зрения, потому что сам я учусь на журналиста, а тут появилась возможность поучаствовать в работе пресс-службы гуманитарного штаба миссии и в работе пресс-центра МЧС России. И, собственно говоря, поэтому я тоже поехал. Ну и самое главное, наверное, это желание помочь нашим ребятам, которые там сейчас находятся, это военнослужащим, не каким-то словом со стороны, а делом непосредственно там. Волонтёры молодой гвардии из Приморья регулярно ездят с гуманитарными миссиями, оказывают психологическую поддержку и медицинскую помощь жителям, работают в пресс-центрах, занимаются раздачей продуктов и одежды и многим другим. У нас было достаточно много разных целей. К примеру, мы занимались координацией волонтёров приезжих из России и местных в самом штабе гуманитарной миссии. Мы занимались медиаподдержкой штаба, то есть сбором информации, фото-видеоконтента и, грубо говоря, печатью небольших информационных пресс-релизов. Мы осуществляли волонтёрскую деятельность в госпиталях, то есть это помощь раненым нашим, это помощь раненому гражданскому населению в ходе арт- и ракетных обстрелов. Далее мы работали в пунктах психологической поддержки и в пунктах временного размещения мирного населения. Очень много времени проводили с местными ребятами, общались. То есть это в первую очередь молодёжь, которая проявляет интерес большой к волонтёрам, приезжим из России, потому что им интересно, как живут там. Вот, хочется из рассказов всё-таки сравнить. И я скажу так, мариупольские конкретно ребята – это очень приветливые люди, которые всегда могли не только поддержать диалогом, но и где-то помочь. То есть многие мирные граждане, которые не относились никаким образом к волонтёрам-добровольцам, осуществляли какую-то посильную помощь, ту же с разгрузкой, погрузкой гуманитарных грузов, с помощью в навигации по городу. Как рассказывает Станислав, обычно волонтёры ездят на две недели добровольцами, но при желании можно подписать договор и поехать на больший срок. Да, могу точно посоветовать слушать своих родителей. Всё, что они предлагают вам взять, берите всё с собой. Не отказывайтесь ни от чего, ни тем более даже в летнее время от тёплых носков, тёплой одежды, всё это обязательно пригодится. И что я могу посоветовать, это, наверное, освоить какие-то азы медицинской подготовки, потому что они точно там понадобятся. В корпусе спасателей обучают и конкретно в организации «Молодая гвардия» есть курсы психологической и медицинской помощи, которые проводят перед отправкой ребят на Донбасс. И если говорить конкретно про Мариуполь, то в штабе гуманитарной миссии всему этому ещё раз обучат, всё это ещё раз с вами повторят и убедятся, что вы действительно готовы работать в тех же госпиталях и центрах психологической поддержки. Напомним, ранее Приморье вошло в пятёрку лучших регионов страны по подготовке участников специальной военной операции и мерам поддержки военнослужащих и их семей. Так во Владивостоке открылся Центр поддержки участников СВО, филиал Фонда защитники Отечества. Губернатор Олег Кожемяка регулярно выезжает на полигоны, где идёт боевая подготовка, а также бывает в зоне военных действий для передачи необходимого оборудования, снаряжения приморским бойцам. Сергей Чалл и Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.